Более глупого оправдания они придумать не смогли. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как себя оправдывают наши власти, портя жизнь населению. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Очередную причину, почему в Таджикистане такой плохой интернет, озвучил один из специалистов рынка. И он оказался достаточно смешным. На днях журналист Раджаб Мерзона, страница группы Ахбор Бареи Афкор. Информация к размышлению в Facebook написал, что в одной передаче на местном телевидении представитель мобильной компании Мегафон сказал, что причина плохого интернета в жилых домах – толстые стены. Сотрудник Мегафона, директор какого-то департамента Далер Наимов рассказал на ТВ Софина, что скорость интернета в домах низкая за толстых стен. Он не шутил, он выглядел серьезным человеком, написал Раджаб Мерзо. Это достаточно смешно, ведь ни в одной стране мира эта проблема никому не мешает. А в Таджикистане особый интернет. Кстати, в Мегафон Таджикистана есть Далер Рахимов. Он возглавляет управление компанией по Душанбе и РРП. О пуле, которая попала в провода и которая там, судя по всему, застряла надолго, не слышал только ленивый. Именно так. Пуля попала в провода, объяснила служба связи отсутствия интернета в ГУБАО летом 2012 года, когда там произошло вооруженное противостояние. Глава службы Бек Зухуров рассказал об этом на пресс-конференции. При этом, отвечая на вопрос, почему у некоторых чиновников связь в регионе есть, он отметил, что некоторые чиновники очень любят своих жен, поэтому покупают себе дорогие мобильные телефоны, которые всегда поддерживают связь. С тех пор Зухуров не появляется на плановых пресс-конференциях, которые проводятся правительственными структурами страны по итогам полугодия и года. На другой пресс-конференции в начале прошлого года уже заместитель главы службы связи ЛХОМ АТО и ухудшение качества услуг интернета и мобильной связи связывал с возведением многоэтажек и нехваткой электроэнергии в стране. Да, качество связи и интернета стало немного хуже, жалоб очень много, они поступают со всех регионов страны. Много факторов на это влияет, нехватка электроэнергии, отсутствие дизельных генераторов и другие, сказал Атоев. Радуясь тому, что в стране развивается строительство, он тем не менее связал ухудшение интернета с возведением высотных домов по стране. Появились многоэтажные дома, которые на некоторых участках иногда создают помехи, но этот вопрос уже решен. Мы дали команду, чтобы на всех этих высотных домах были установлены дополнительные базовые станции мобильных компаний с соответствующими стандартами 4G, LTE и другие. Во-первых, это будет сделано в Душанбе РРП, а после в других регионах страны, сказал Атоев. Установили ли эти самые дополнительные базовые станции, неизвестно, но на качество интернета люди продолжают жаловаться и до сих пор. Еще Атоев говорил, что люди тратят большие деньги на интернет, потому что не осведомлены о правилах пользования всемирной сетью. Клиентам необходимо следить за тем, что и как тратит трафик на их устройствах. Неконтролируемые приложения могут съедать большую часть тарифного плана. Кроме этого, плохой и дорогой интернет, по его словам, обусловлен расположением Таджикистана. Он сказал, что даже в советское время цены в Таджикистане отличались от цен в других странах из-за его географического положения. Для того, чтобы интернет был высокоскоростным, весь график работы мобильных компаний должен быть изменен. С базовых станций 3G на 4G, сказал зампредседателя службы связи. Это должно быть сделано не только в центрах, но и в отдаленных и приграничных районах. А вопросы по скорости проводного интернета, по мнению Атоева, необходимо решать с конкретным провайдером. Вы платите по контракту и получаете скорость в зависимости от него. Но почему же на самом деле у нас плохой интернет? В феврале 2021 года правительство поручило службе связи улучшить скорость и качество интернета. С тех пор прошло 2 года, но большинство пользователей продолжают жаловаться на низкую скорость, несоразмерно высокие тарифы, да и в принципе на качество интернета. Это поручение, судя по тому, что и в этом году глава Таджикистана Мамали Рахмон выразил недовольство качеством интернета, до сих пор не исполнено. А стоит напомнить, что на самом деле является причиной низкой скорости и плохого качества таджикского интернета. Прежде всего, единый коммутационный центр Таджикистана, который просто не справляется с перегружением сети. Монополизация рынка единственным игроком Таджик Телекомом, который перекрыл все альтернативные источники, привела к тому, что компания де-факто не справляется с обеспечением качественного интернета для всех пользователей. Также налоговое давление, кроме обязанностей мобильных операторов перед ОАО Таджик Телекомом, им также приходится терпеть налоговую нагрузку, которая очень высока, из-за этого цены на интернет очень большие. И в службе связи не хватает кадров. И в это время Таджикистан находится в первой пятерке по интернету, но, правда, с конца. А как у вас обстоят дела с интернетом и хватает ли вам его? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!